Всем привет, друзья, с вами Феликс. Сегодня я нахожусь в мире, где я прожил уже более 700 дней и планирую прожить 10 тысяч дней и больше, если, конечно, не умру в адском хардкоре. И да, это тот самый мир, где я построил пирамиду огромную и деревню огромную, но при этом у меня до сих пор нет своей базы. Это вообще нормально? Да, задача у нас будет построить свою первую базу, и её мне нужно было построить очень быстро, ибо она мне нужна для совершения другой цели. Позже узнаете какой. При этом база должна быть максимально полезной, простой в постройке и красивой. И, в общем, у меня это вроде как вышло, что я и решил показать вам. Знаете, я недавно задумался о том, чтобы провести стрим на канале в этом мире, где мы поиграем и пообщаемся. Как вам идея? Кстати, я заметил, что действительно есть много ребят, которые также хотят стримить, но не имеют возможности из-за того, что для этого нужен компьютер. На самом деле, сейчас есть способ стримить намного проще, ведь всё, что вам нужно, это Donation Alert Studio. Это бесплатное приложение, которое позволяет стримить с мобильного телефона когда угодно и где угодно на самые популярные платформы. Twitch, YouTube, ВКонтакте и Одноклассники. Теперь не нужно покупать специальную технику для эфиров, достаточно мобильного телефона и интернета. Стримить можно как экран устройства с игрой, так и то, что снимает камера телефона. Более того, с помощью простого и приятного интерфейса вы можете украсить свой экран стрима, установив различные виджеты. Также можно отобразить чат, донаты, в общем, все удобства для общения с аудиторией. Помимо этого, здесь есть возможность запуска стрима с помощью одновременно двух камер телефона. И что ещё важно, есть нереально удобные настройки самого стрима, где выбирается качество прямой трансляции, битрейт, превью и многое другое прямо в приложении. Самое главное, что всё это абсолютно бесплатно и без какой-либо рекламы. Просто скачайте Donation Alert Studio по ссылке в описании или сканируйте QR-код прямо на экране и пользуйтесь. Окей, начать я решил с того, что надо бы нам найти то самое место, где мы и начнём наше строительство. И кажется, я его нашёл, да, я тут уже был, мне просто несколько дублей надо было записать. Озвучивая поверх видоса, я уже разучился с вами так разговаривать напрямую. Поэтому пришлось прилететь сюда несколько раз, говоря о том, что вот, надо бы найти место. Хотя я его уже нашёл несколькими дублями раньше. Если бы не он, я бы об этом не говорил. Окей, для начала нам надо бы здесь обосноваться. Здесь мы и начнём наше строительство. Но я не собираюсь прям-таки сразу начинать его, потому что у меня есть некоторые проблемы с некоторыми инструментами. И я думаю, что настало то самое время взять и построить ферму опыта с помощью эндермена, которую я и строил в том самом океаническом мире. А шалкеры я, пожалуй, здесь и оставлю. Пускай оно всё так стоит. По броне у меня всё идеально, нам нужно только добыть листвы. Ну и все остальные материалы у меня вроде как есть. Короче, начнём рубить нашу листву. Окей, думаю, этого количества листвы нам спокойно хватит. О боже, куда ты смотришь? Это же голые деревья. Итак, я подготовил всё самое необходимое для строительства нашей фермы опыта, где пропадут все проблемы с ломающимися инструментами. И, разумеется, отправляемся в эндермир. Отлично, я уже здесь. И знаете, что я решил забежать в библиотеку? Всё потому, что мне нужны вот эти книжные полки. Их у меня чрезвычайно мало на самом деле, так как это нам пригодится просто-напросто в основной постройке. А возвращаться сюда мне будет полностью лень. Так, портальчик мой любимый. Ой, стой, стой, стой. Ау! Я забыл надеть броню, забыл надеть броню. А если бы я сейчас умер, всё, минус мой мир. Отлично, три, два, один и прыгаем. Так, супер давно я здесь на самом деле. Так, в какой же стране нам лучше всего это будет сделать? Окей. Как я помню, нужно делать в самой дальней стороне острова. Вот он. О, да, Мария! Ой! Я чуть не сдох сейчас, прикиньте. В общем, никогда не торопитесь, когда что-то делаете, окей? Отлично! Что же, вот я и наконец сделал нашу ферму опыта. Могу сказать, что все инструменты я уже починил за достаточно короткое время. Ведь на то, чтобы получить кучу опыта и, соответственно, починить, хватает буквально нескольких ударов, и ты просто тонешь в опыте. И вроде как все шмотки я починил. Так, ещё броник давай. А, он уже починился. Отлично! И теперь мы можем спокойно возвращаться домой и отстраивать нашу базу. Погнали! Окей, с этого самого места нам нужно будет забрать кроватку, потому что что-то я про это забыл, и у нас кроваток совсем нет. Ну и чтобы вы понимали, место, которое я выбрал, находится совсем недалеко от той самой пирамиды. Вот там пустыня. Пролетаем эту небольшую деревню, и буквально вот уже то самое наше место, где мы и собираемся всё строить. Вот оно. Остаётся только лечь спать. Итак, всем доброе утро. Сейчас всё, что нам требуется, это только выровнять всю вот эту территорию. Для нашей, разумеется, базы, которая будет сосочная, красивая, модная, молодёжная. Более того, максимально простая в постройке, и одновременно невероятно продуктивная. Не знаю, как это ещё описать. В общем, очень полезная. Ну что же, приступим! Итак, кажется, я всё выровнял, всё, что мне нужно. Но я, конечно, не совсем уверен в этом. Но, думаю, ничего страшного, если мы будем по ходу постройки что-то подправлять и так далее в этом ландшафте. Ну и перед тем, как начать строить, немножечко я хочу подготовиться по ресурсам. В общем, да, немного стекла мне точно понадобится. А вот что по дереву, его у меня уж точно куча. Ещё в шалкерах куча. А вы, ты чё, думали? Да, всё делается максимально из самых простых материалов. На то это и первая моя база. Что же, начинаем наше первое здание. Это будет здание, в котором и будут жить жители. Окей, начальная платформа сделана. Итак, отлично, первое здание у нас закончено, но не полностью внутри. Нам ещё это предстоит обустроить. Я немного забыл здесь поставить двери. Так, секундочку. Бам, всё, теперь у нас точно всё готово. А пока займёмся другой частью. Так, всего у нас на территории будет три дома. Здесь первый, второй там и третий там. А здесь будет кое-что другое. Сейчас всё увидите. И вот как это всё получилось. Как по мне, выглядит очень сосочно, красиво, модно и опять же, молодёжно. Окей, на этом не останавливаемся, нужно продолжать делать и другие домики. Ну что же, все три дома готовы. Сейчас пока что я их не обустроил, но чуть позже мы это будем делать обязательно. И остаётся сделать только вход в эту деревню. И думаю, теперь надо бы заняться нормально тропинками. Отлично, тропинка сделана. Теперь остаётся сделать, ну да, конечно, шалкеры. Да, это всё нужно убрать. Немного это всё тоже нужно выровнять. Потому что всё-таки я чуть-чуть совсем не рассчитал. Отлично, и посмотрите, это всё выглядит уже замечательно, но всё равно при этом как-то пустовато. Но ничего страшного, сейчас мы всё исправим. И так что же, я немного обустроил двор, но это ещё не всё. Впереди ещё много мелочей, которые нужно будет сделать. И, собственно, сюда нужно будет привезти разных мопов. Там коровы, наверное, курицы, свиньи и прочее. И жители, разумеется. Ох, это будет проблема, но ладно. Также нужно не забыть обставить всё факелами, потому что мобы меня просто-напросто здесь задолбают. Что же, а теперь, я думаю, стоит начать заниматься внутренней частью домов. И, разумеется, начнём мы с самого главного здания, которое здесь... Ой, ну да, немного течёт. Но ничего страшного, не я ж тут буду жить. Окей, для начала, наверное, сюда накидаем люков, чтобы тут, ну, как бы осветить территорию. Это у нас будут некие светильники, что ли, и столики для светильников. И, наконец, добавляем сюда кроваток, бум, двухэтажную кроватку, бум, ещё раз двухэтажную кроватку, бум. И 8 жителей здесь спокойно могут ужиться. Оп, вот так вот, вроде как, совсем другое дело. Так, окей, эта комната у нас готова. И, собственно, вы спросите, а для чего же эти дома нужны, если в них не будут жить жители? Я решил сделать так. Это у нас будет, получается, чаровальня, ну, как бы библиотека. Это у нас будет склад с сундуками и прочим. А это у нас будет некая кузня, где будут стоять печки и прочее. В общем, тут будет красиво. И, разумеется, для этого всего мне нужно подготовиться. Так, сначала, я думаю, надо бы сделать книжный полк. Мне ресурсы просто сейчас некуда девать. Вот, серьёзно, слишком много вещей разных. Итак, я готов к тому, чтобы начать обустраивать нашу хату первую. Так, это мы поставим, наверное, здесь, да? Здесь мы сделаем некоторые столики, да? И поставим сюда кучу... О, господи, что это такое? Это мне мешает. Расставляем кучу книжных полок. Так, саму стенку тоже надо бы как-то сделать прикольненько. Опа. И добавим сюда наковальни и сверху даже светильника. Здесь добавим некого, опять же, декора, красивой полочки. И пускай будет лестница. И с этой стороны тоже будет лестница. И сейчас сюда идеально, просто по-настоящему впишется картина. Так, ну, в принципе, первый домик обустроен. И, вроде как, неплохо тоже. А здесь у нас будет склад. А ну-ка, сразу расставим здесь сундуки. С этой сундуки. И с этой стороны сундуки. Здесь будет очень много сундуков. Вот так будет получше. Отлично, вот так у нас выглядит комната с сундуками. Здесь, на самом деле, очень сильно не хватает каких-нибудь горшков. Но мне их так лень делать, на самом деле. Так, окей, для коптильни я тоже всё подготовил. Это будет очень красиво. Сейчас всё увидите. Так, сюда поставить костёр. Здесь ставим печки. Так, сверху ставим коптильню. И здесь ставим плавильную печь. Так, хорошо. Дали мне нужны ступеньки. Пожалуйста. Опа, опа, опа. И всё спокойненько. Делаем так, сделаем так и сделаем так. Это прикроем люком. Секретная бочка будет. Здесь делаем обычный столик, разумеется. Разумеется, добавим сюда лампочек. И надо бы ещё добавить картины точно. Первая картина есть. И вторая картина тоже есть. Вот так у нас выглядит обычная пекарня или коптильня или как его там. И самый прикол в том, что сделал я эту базу всего за несколько дней. Большое спасибо за просмотр этого ролика. Не забывай про лайк, подписку и колокольчик с комментом. И тогда ролики будут выходить чаще и круче. А с вами был тот самый Феликс. Не теряйте меня. Скоро увидимся. Пока.